Здравствуйте! Как получить выплату в размере 42 500 тенге? Этот вопрос сейчас волнует многих. В связи с этим мы сегодня решили ответить на вопросы наших телезрителей. У нас в гостях в студии программы «Сегодня» заместитель Акима города Талдыкурган Сауле Арзанбекова. Здравствуйте! Здравствуйте! Хочу напомнить нашим телезрителям, вы свои вопросы задавали нам. Мы хотим задать человеку, который ответит на все ваши вопросы. Поэтому звоните на наш телефон 4109, код города 872, 82. Также на экранах ваших телевизоров есть номера телефонов, WhatsApp, мессенджер. Вы можете написать ваши вопросы, мы ответим на них. Скажите, пожалуйста, на кого распространяется вот эта социальная выплата? Уважаемые горожане, мне бы хотел обратить внимание, что социальная выплата в первую очередь предназначена для участников государственной системы социального страхования. То есть определены 6 категорий лиц, которые имеют право получения этой социальной выплаты. В первую очередь это работники субъектов микро, малого и среднего предпринимательства, работники субъектов крупного предпринимательства в населенных пунктах, где введен карантин. Это касается городов Алматы и Астаны, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, это нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, лица, являющиеся плательщиками единого совокупного платежа, с прошлого года введен такой вид налогов, а также физические лица, получающие доходы по договорам гражданского правового характера, предметом которых является выполнение услуг различных, либо выполнение работ каких-нибудь, за которых налоговыми агентами были, либо они сами, либо налоговые агенты уплатили пенсионные отчисления, пенсионные взносы. Вот эти шесть категорий имеют право обратиться к нам за получением социальной выплаты в связи с потерей доходов из-за введенного чрезвычайного положения. Скажите, вот каждому, давайте я вам задам такой вопрос, вот по каждому, например, что нужно делать в таких случаях работодателю, в первую очередь? Мы хотели бы отметить, что в целях оказания социальной поддержки вот этой категории населения, Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработан приказ, разработаны правила, эти правила утверждены приказом номер 110, в них конкретно оговорено о том, что обратиться за получением социальной выплаты имеет право как работодатель с указанием своих работников, которые высвободились в связи с введением чрезвычайного положения, так и сам работник может обратиться. Сам по себе алгоритм действий на осуществление этой выплаты определяется в три шага. Либо работодатель, либо работник обращается, в случае, если заявление подает работодатель, он формирует список своих работников, которые непосредственно пострадали от введения чрезвычайного положения и потеряли доход в связи с ограничением их деятельности на период действия чрезвычайного положения. Он подает заявление в местный орган по вопросам занятости, это в простонародье мы называем его СОБЕС, городской отдел социальных программ занятости населения. Самое важное, на что я бы хотела обратить внимание наших горожан и работодателей, заявление подается через портал электронного правительства. То есть не напрямую приходят в городской отдел занятости и социальных программ, а непосредственно используя свои электронно-цифровые подписи на портале электронное правительство, на веб-портале именно как электронного правительства с приложением списка он размещает свое заявление, указывает нам непосредственно тех работников, которые потеряли доход в связи с ограничениями на период чрезвычайного положения. И дальше уже непосредственно его заявление поступает к нам. В городе создан штаб, 11 человек включены в этот штаб. В составе у нас и представители департамента государственных доходов, представители профсоюзных организаций, национальная палата предпринимателей, и непосредственно заинтересованных именно в этих вопросах государственных органов. Сегодня мы проводим первое свое заседание. На данный момент у нас уже 6 обращений имеется. У нас есть, в основном это обратились работодатели с приложением своих списков на 24 человека, то, что мы на сегодняшний момент уже имеем. В случае, если работник сам подает заявление, либо же индивидуальный предприниматель, либо лицо, занимающееся частной практикой, либо лицо, которое являлось оплательщиком единого совокупного платежа, точно так же они со своим заявлением обращаются в местный орган по вопросам занятости, также через портал электронное обращение на веб-портале электронного правительства, прикладывают соответствующие документы, указывают списки тех лиц, которые вместе с ним потеряли доход из-за введения ограничения по деятельности, свои в период действия чрезвычайного положения. И точно так же по тому же алгоритму мы, штаб рассматривает документы, определяет перечень лиц, которым положена выплата, отправляет в течение одного дня. Мне бы хотелось отметить, что вся процедура производится в течение одного рабочего дня, непосредственно регистрация заявления, рассмотрение его штабом и передача уже непосредственно в отделение корпорации правительства для граждан. На заседании комиссии мы определяем перечень, положенность просматриваем. Затем городской штаб по вопросам занятости населения, после изучения поступивших заявлений с приложением документов, формирует список лиц, которые подлежат получению данного вида социальной помощи и уже непосредственно направляет свое заключение с приложением этих списков в отделение корпорации правительства для граждан. Правительство для граждан уже непосредственно после получения наших документов у себя в течение одного рабочего дня проверяет в соответствии участия данного получателя наличие его стажа, является ли он участником системы государственного социального страхования или нет, уже дальше формирует электронный макет дела и в дальнейшем направляет непосредственно в корпорацию на выплату. Я наиболее кратко разъясняю, для того, чтобы не загружать. Чтобы было понятно. Да, для того, чтобы было понятно, исключая все основные такие моменты. Непосредственно сама корпорация уже рассматривает материалы, передает материалы в дальнейшем в государственный фонд социального страхования, они рассматривают, начисляют, принимают решение о назначении либо отказе, и в дальнейшем мы уже информируем о принятом решении в течение одного рабочего дня непосредственно получателям. Очень много вопросов поступают, дорогие телезрители. Если вы на WhatsApp мессенджер пишите ваши вопросы, голосовые прошу не отправлять. Мы отвечаем только на письменные. Если вы хотите позвонить и задать свой вопрос, звоните на телефон 40 0109, код города 872 82 2, и задайте вопрос прямо в студию. Поэтому голосовые сообщения прошу не отправлять. Хочу задать вопросы наших телезрителей. Вот пишут, мой сын занимается частным извозом. Что ему делать? У нас, говорят, есть патент. Да, если он был зарегистрирован в налоговых органах как субъект малого предпринимательства, он должен по вышеназванному механизму обратиться. То есть он должен сейчас, используя свою электронно-цифровую подпись, через портал электронного правительства сделать нам электронное обращение, приложить документы непосредственно, которые у него есть, то есть патент, и подать нам заявление. Штаб рассмотрит и в течение одного дня уже передаст непосредственно в корпорацию правительства для граждан, а в дальнейшем в Государственный фонд социального страхования. Пишут, если меня вот уволили за месяц до этого, то есть я по собственному желанию уволился, смогу ли я получить это пособие? Именно вот эту социальную выплату вы уже сейчас получить не сможете, но вы можете воспользоваться другими видами социальной защиты, это непосредственно обратиться в центр занятости, зарегистрироваться в качестве безработного и получить так называемую композитную услугу. То есть это мы говорим о том, что это пособие по потере работы, выплачиваемое в размере 40% от прежнего заработной платы, оно точно так же через портал ЕГОФ вы делаете обращение, регистрируетесь, и после того, как вы зарегистрируетесь в качестве безработного, непосредственно центр занятости уже в дальнейшем сам эту процедуру отработает. Если даже он месяц назад уволился, даже он может обратиться. Если месяц назад, да. Да, вы к нам обращались, писали, звонили, спрашивали, вот теперь сможете послушать и пойти по указанной инструкции. Скажите, пожалуйста, вот пишут, мы не можем никак зарегистрироваться, у нас очень плохо работает ЕГОФ. Как в таких случаях они могут не электронно, а какие-то другие пути использовать? Вообще сам порядок выплаты, именно вот этой социальной выплаты, предусматривает обращение через систему ЕГОФ, потому как в дальнейшем именно в системе ЕГОФ будет формироваться электронный макет дела, будет использоваться электронно-цифровая подпись, и само по себе подтверждение обращения этого гражданина за выплатой будет основываться именно только на его ЭЦП. Других механизмов подачи документов здесь пока не предусмотрено, но это в связи с чем делается? Потому как сейчас понятно введено чрезвычайное положение в связи с санитарно-эпидемиологическим положением нашей страны и нашей области. В целом, в целях исключения распространения коронавирусной инфекции, мы сейчас прекращаем работу в режиме лицом к лицу и переходим на дистанционный режим посредством именно самой системы электронного правительства и электронного обращения через ЭЦП. Ну, поэтому ему просто надо попытаться... Да, сейчас очень много людей неправильно понимают эту ситуацию, неправильно толкуют ее, начинают обращаться непосредственно в городской отдел социальных программ и занятости, создают очередь, состоят скопление людей. Мы стараемся каждому объяснить, что вся эта процедура должна осуществляться, не выходя из дома. Сейчас санэпидемиологи рекомендуют меньше посещать места массового скопления для того, чтобы предотвратить именно распространение этой инфекции. Поэтому мы предлагаем всем нашим жителям воспользоваться системой электронно-цифровой подписи. Сейчас упрощена процедура непосредственного получения электронно-цифровой подписи. У многих ее нет. Многие никогда даже не задумывались о том, чтобы эту подпись получить. Вот сейчас, я считаю, наступил тот самый момент, когда мы должны сделать шаг навстречу самой цифровизации и воспользоваться услугами, прямо не выходя из дома. Ну, это даже хорошая возможность в дальнейшем. Не выходя из дома, получать все услуги. Я бы хотела обратить внимание наших горожан, и не только наших, но и всей области, о том, что портал электронного правительства готов принять любые обращения по любым видам государственных услуг. Поэтому, я думаю, нужно научиться просто и воспользоваться этой ситуацией. Еще один вопрос. Здравствуйте. За март месяц можно не оплачивать пенсионное отчисление, социальное отчисление и социальное медицинское страхование? То есть, за какой период? На период действия? Вообще, все налоговые превенции созданы только до 15 июня. Поэтому, здесь нужно будет уточнить еще раз, по каким. Я забыла сейчас еще сказать, что непосредственно за вот этой социальной выплатой могут обратиться участники системы государственного социального страхования, которые уже участвуют в этой системе в течение последнего года. Даже если один раз вы перечисляли пенсионное отчисление и социальные налоги, то вы уже сейчас можете обратиться к нам за назначением этой социальной выплаты. Спасибо большое. В основном, я только что отметила тоже, все виды государственных услуг сейчас осуществляются непосредственно через портал ЕГОВ. Я думаю, надо, чтобы этому человеку кто-то помоложе, из родственников, помог отсканировать документы непосредственно, и все в электронном формате загрузить их на портал, и уже непосредственно оттуда будет рассмотрено. Эта процедура тоже немного упрощена, поэтому ему может быть немножко тяжеловато, но я думаю, если есть родственники, которые могли бы ему помочь, проблем нет абсолютно. Я работала продавцом, у нас нет трудового договора, сейчас нас закрыли. Не обязательно мне, как получить, но обязательно нужно пенсионное отчисление. Ну, вот так вопрос задали. Что человеку делать, нет договора? Сейчас нужно посмотреть, если действительно у нее не было трудового договора, трудовые отношения не были должным образом оформлены, и если она сама за себя не вносила единый совокупный платеж, то на эту выплату, естественно, она претендовать уже не может, она просто может обратиться в центр занятости. У нас на данный момент, на сегодняшний день, более 300 вакансий есть по другим организациям, которые осуществляют свою деятельность, невзирая на введение положения, чрезвычайного положения. Поэтому, если она потеряла здесь работу, мы готовы ей предложить другой вид работы, она может обратиться в центр занятости. Но именно за вот этой вот социальной выплатой, если она в течение последнего года не делали за нее пенсионные отчисления, она обратиться не сможет. Не сможет обратиться. Если мы работаем в поселке, в частном детском саду, но наш работодатель говорит, что закон о 40% отменили, мы сами работающие можем оформить документы на 40%? Из какого числа надо писать заявление? Нет, сейчас не нужно путать 42 500 социальную выплату и композитные услуги. Мы говорим, что 42 500, вот допустим, сейчас в связи с тем, что детские садики закрыты, их работодатель имеет право подать на социальную выплату своих работников. Здесь нужно смотреть, размещен ли в этом детском дошкольном учреждении государственный социальный заказ. Если государственный социальный заказ размещен, в принципе, там сохранение заработной платы идет на 100%. Если нет, они работали в частном порядке, то работодатель, либо сам работник может обратиться непосредственно по месту своего проживания в уполномоченный орган по вопросам занятости, то есть это районные собесы, и сдать документы на получение этой. То, что она говорит 40%, она сейчас путает немножко с той композитной услугой, которая выплачивается при потере работы, то есть после увольнения с постоянного места работы. Ну, а здесь совсем другое. Вот пишет, муж наемный работник, пенсионное отчисление последний раз сделали в декабре. Я могу рассчитывать на 42 500. Да, она может обратиться, потому что в течение последних 12 месяцев хотя бы один социальный платеж был произведен, поэтому воспользоваться системой ЕГОВ, пожалуйста, пусть обращаются. Вот пишет на казахском. Могу ли я тоже рассчитывать на 42 500? Нет, но я понимаю, что эта воспитательница на данный момент является постоянно действующим работником в этом детском садике, поэтому здесь мы говорим о тех, которые высвободились. Я еще раз хочу повторить, что все государственные детские сады, детские сады, в которых размещен государственный образовательный заказ, они сейчас находятся в простое, но с сохранением заработной платы. Поэтому на нее сейчас не распространяется. Такая социальная выплата. Будет ли оплата для всех работников скорой помощи или только выездной бригадам? Это, видимо, сотрудник больницы. Я бы хотела, чтобы на это уполномоченный орган непосредственно, который выплачивает заработную плату, чтобы они ответили. Человек-министр здравоохранения сделал много изменений, дополнений именно по системе оплаты труда медицинских работников. Я думаю, поэтому они ответят на эти вопросы. Теперь разъясните всем еще раз, что нужно делать. Но очень много здесь вопросов. Говорят, что ЕГОВ очень плохо работает. Наверное, потому что очень много людей... Сейчас очень много обращений не только именно за этой социальной выплатой. Сейчас ЕГОВ перегружен, скорее всего, из-за того, что все виды государственных услуг оказываются только в электронном формате через этот портал электронного правительства. Здесь я бы еще хотела отметить, что социальная выплата определяется в размере одной заработной платы, минимальной. По Казахстану она на сегодняшний день установлена в размере 42 500 тенге. И именно назначается пропорционально количеству дней, которые приходятся на период именно объявления чрезвычайного положения. И выплачиваются работникам, которые сейчас вышли непосредственно в отпуск без сохранения заработной платы, либо частным предпринимателям, деятельность которых приостановлена именно в связи с тем, что в закрытой границе введен карантин и другие вытекающие отсюда последствия именно из чрезвычайного положения. Социальная выплата назначается со дня выхода работника в отпуск непосредственно. То есть в какой день он вышел? С того самого дня до периода действия. Вот на сегодняшний день это период действия определен как до 15 апреля. Но вот этот период уже будет из расчета пропорционального за каждый рабочий день. Еще один вопрос. Я многодетная мама. Как мне получить АСП с января? Не могу выходить из дома? То, что касается назначения адреса социальной помощи. В первом квартале мы назначили более 2000 семей. В настоящее время введен еще один дополнительный вид социальной поддержки. Это выдача продуктовых бытовых наборов. В нашем городе она определена выплатой и дополнительного пособия в размере двух месячных расчетных показателей. Это 5302 тенге. Семьям, являющимися получателями АСП, в составе которых воспитываются дети в возрасте от 6 до 18 лет. Вчера мы эту выплату уже по городу Талдыкургану произвели. У нас получило более 2000 семей, более 2000 человек эту выплату. Теперь, то, что касается АСП назначения на новый, на второй квартал, мы сейчас в социальных сетях и везде разместили, если в газетах у нас размещена информация о том, что мы путем направления своего ИИ на наши телефоны, мы указали там сотовые телефоны, сами будем назначать. То есть без непосредственного прихода в центр занятости мы в автоматическом порядке продлеваем тем, кто уже получал. И если она в дальнейшем имеет право получения АСП, мы ее документы пролонгируем без прихода, без оформления нового заявления. Если человек вновь к нам хочет обратиться, он может свой ИИН направить на наши номера телефонов, они у нас указаны на наших электронных страничках в Фейсбуке, в Инстаграме. Талдыкурган Акимат найдите, пожалуйста, вы там найдете это объявление. По номерам телефонов городского центра занятости вы можете обратиться и сообщить. Вот у меня ИИН такой, скинуть нам на наши WhatsApp-группы. Мы специально открыли 8 WhatsApp-групп, в которых у нас объединены непосредственно получатели по первому кварталу. И для новых получателей, пожалуйста, туда скинуть нам непосредственно те документы, которые мы не найдем в системе ехалых, и назначить пособие, не выходя из дома. Опять-таки, я возвращаюсь к теме коронавируса в целях предотвращения распространения массового заражения данной инфекцией. Мы сейчас приняли максимальные меры для того, чтобы не создавать очередности, не собирать людей, а принимать и оказывать услуги в электронном формате. То же самое АСП можно назначить через портал электронного правительства, сделать обращение. Воспользовавшись своей электронной цифровой подписью. Очень много вопросов. Также поступили, что нет масок. Этот вопрос никак с повестки дня не спадает. Что, какие меры принимаются? Может быть, есть люди, которые помогают людям? Или, может быть, шьют где-то? Расскажите, если есть. Как? Вообще, в Сару по себе, медицинские маски являются товарами медицинского назначения. Реализуются они через аптеку. Это лицензируемый вид деятельности. Частные аптеки все являются субъектами малого-среднего бизнеса, предпринимательства. Они самостоятельно находят своих поставщиков, самостоятельно формируют свой набор товаров и непосредственно занимаются реализацией. Через государственный бюджет у нас были приобретены более 10 тысяч масок, которыми мы обеспечили непосредственно работников правоохранительных служб, специальных служб, которые непосредственно обеспечивают жизнедеятельность нашего города, медицинских организаций, санитарные посты. Вот у нас уже несколько дней работают 4 санитарных поста полностью. Тех людей, которые непосредственно осуществляют трудовую деятельность именно в период чрезвычайного положения в целях защиты их от коронавируса, мы их обеспечили полностью. Помимо этого рынок сам сейчас отреагировал именно на спрос. Нам сейчас нужны маски. Очень много швеи шьют маски на дому, в Оэлэкс, в любых других каких-то рекламных, в Инстаграм. Сейчас очень много размещено объявлений о том, что они шьют маски и их продают. Маски шиты из ткани, они многоразовые, достаточно их постирать, погладить, и она снова готова к употреблению. Поэтому, в принципе, аптеки наши тоже максимально со своими поставщиками отрабатывают для того, чтобы получить эти маски. Как только они поступают, в продаже есть в некоторых аптеках многоразовое использование, которое можно тоже обрабатывать, кварцевать и в дальнейшем вновь использовать его. Поэтому рынок сам регулирует этот процесс. Но мы дополнительно тоже сейчас разместили заказы на приобретение масок для того, чтобы обеспечить социально уязвимые слои населения этими масками. Пока сейчас ждем поставку. Помимо этого, меня что радует, что в нашем городе есть сознательные граждане, которые тоже проявляют свою какую-то социальную озабоченность о населении. У нас есть частные предприниматели, которые распространяют сейчас 5 тысяч масок для социально уязвимых слоев населения. Это, в первую очередь, участники Великой Отечественной войны, семьи, воспитывающие детей инвалидов, инвалиды по заболеванию общему. Но вот этим сейчас. Помимо этого, у нас частный предприниматель, многодетная мама, сама проявила инициативу. Она начала шить эти маски, она их продает. Давайте про них чуть позже. Есть телефонный звонок. Мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте. Я хотела бы узнать по поводу социальной выплаты. Есть ли у моего отца. Последний пенсионный оплат был где-то в прошлом году, в октябре, кажется, он получал. После этого он уволился и, получается, сейчас работает дворником, охранником. Сейчас, в данный момент, он находится дома, не получая зарплату. Чтобы получить социальную выплату, если у него нет электронной подписи, нет ключа, как он может подать заявку? Спасибо. Для того, чтобы получить электронную цифровую подпись, необходимо открыть сам портал ЕГОВ. Портал электронное правительство. Когда вы откроете, в верхнем правом, в левом углу непосредственно есть такая вкладка получения ЭЦП, получения и продления ЭЦП. Нужно на нее нажать буквально 3-4 шага. Она сейчас упрощенная. Единственное там требование для того, чтобы получить ее, тот гаджет, через который вы будете заходить на портал электронного правительства, должен оснащен быть видеокамерой. Потому что вы будете фотографировать свое лицо, вы будете фотографировать непосредственно удостоверение личности и после этого оформлять ЭЦП. Теперь то, что касается вашего папы, нужно сначала сейчас уточнить. Он на данный момент осуществляет трудовую деятельность? В какой организации вы говорите? Он работает дворником. Если последние его пенсионные отчисления сделаны в декабре, то я предполагаю, что трудового договора на данный момент нет. Конечно, он может сейчас обратиться, потому как в течение последних 12 месяцев у него были отчисления пенсионные. Поэтому воспользуйтесь все-таки возможностями электронного портала. Сделайте ему ЭЦП и обратитесь к нам с заявлением. К сожалению, время нашей программы заканчивается. Ваши пожелания? Кратко вам в нескольких предложениях. Я желаю всем здоровья. Спасибо вам большое, что нашли время и ответили на вопросы наших телезрителей. Мы встретимся каждый день в 16.00. Работает студия сегодня. Если у вас есть вопросы, звоните, смотрите телеканал ЖИТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин